здравствуйте друзья мы с вами встречаемся на канале голос силиконовой долины и у нас долгожданная тема многие спрашивают ну когда же и вот у нас гость гость представляйтесь здравствуйте меня зовут алек брук представляю компанию бит киуэй бит это как бы делать ставку да так по-русски аукцион что ли аукцион или marketplace для тестировщиков и вообще все связанное с киуэй а вот то что говорит киуэй uber это не то же самое это еще что-то киуэй uber это в общем-то консалтинг компания которая предлагает киуэй сервисы сандиме это нас наш бизнес который существовал несколько лет и в общем-то из которого и возникла идея создания бит киуэй marketplace есть консалтинг который делает берет заказы по тестированию этот консалтинг разрабатывает какую-то платформу которая называется бит киуэй то есть веб-сайт как вот как туда зайти бит киуэй дот ком и все и айди киуэй дот ком ну хорошо а вот ну как бы люди любят знаете идею что можно где-то заработать так я я понимаю это как бы хорошо значит почему работодатель у которого в принципе есть альтернатива не могут пойти на фрилансер они могут пойти там я не знаю толком этих сайтов но есть какие то они могут там разместить заказ вот почему они пойдут вот я понимаю что специализация сама по себе она как бы дело хорошее то есть вот если я киуэйный менеджер я наверно хотел бы что-то что специализируется но ваша концепция бизнес идея какая идея достаточно простая на данный момент не существует именно киуэй marketplace из которые занимаются только киуэй и тестировщиками во-первых во вторых те компании которые существуют у них достаточно большие цены высокие высокие цены и работодатели в общем-то платят достаточно большие деньги за доступ к киуэй фрилансер то есть вы хотите быть дешевле во первых мы будем дешевле во вторых мы не будем брать денег с тестировщиков или с киуэйщиков за что не за что то есть все будет листовое остальные берут да то есть с проекта которые выполняются на фриланс других платформах какая-то часть денег берется с выплаты то есть если скажем заказчик платит деньги то тестер получает не или там программист не все деньги а что-то с него удерживается за услуги как бы правильно то есть как бы за финансовую транзакцию а здесь платит заказчик всю эту сумму да это один вариант другой вариант это есть один из нас наших компетитеров называется you test они у них в принципе тоже marketplace для киуэйщиков тестировщиков но клиенты приходят к ним и напрямую не соединяются с тестировщиками они уже выплачивают зарплаты или за каждый баг они выплачивают какие-то копейки тестировщикам то есть много денег чарживать клиентов мало денег платит тестировщикам нам это не нравится нам нравится чтобы все получали все равно как бы оплата должна через вас проходить оплата проходит через нас только по одной причине потому что это безопасно то есть мы задерживаем фанц работодатель значит вкладывает деньги до того как проект происходит чтобы была гарантия что вы получите деньги за ли как бы предоплату делают предоплату и это эти деньги переходят тестировщикам в момент законченной работы то есть или или части работы мое понимание ю теста было таким что это все таки краудсорсинг то есть они дают проект какой-то группе там скажем 20-30 человек на короткий очень промежуток времени ну вот так как бы вот такое тестирование достаточно поверхностно потому что оно не поверхностное ты не можешь его быстренько сделать поэтому то есть вы тоже краудсорсинг делаете мы делаем все то есть у нас мы не ограничиваем какие работы могут даваться через нашу платформу то есть да краудсорсинг краудсорсинг заключен как бы в чем интерес в том что быстро на короткий срок и много людей может одновременно тестировать какую-то маленькую часть допустим то есть пожалуйста наша платформа кстати говоря не ограничивает сколько контракторов может работать одновременно на проекте другие компенсеры они например берут больше денег с работодателей за то чтобы позволять добавить несколько тестировщиков на проект а то есть за ту же сумму которую платит клиент он может получить неограниченный комиссия да и они могут контролировать on demand что им надо не надо то есть это как бы фишка которая направлена на привлечение заказчика привлечение заказчика с другой стороны тестировщики могут работать на пар параллельно на нескольких проектов если есть время и возможности то платформа не ограничивает один проект только то есть опять таки все если можете работать и на сколько проект проекта хотите а вот такой вопрос значит я уже так начинаю думать ну хорошо допустим вы так удачно стартанете и люди которые вот со стороны смотрят и ищут оппоративнитесь какие-то да они говорят ты посмотри такая вроде хохмачка несложная да значит давай мы тоже сейчас станем мы будем тестировать и там я думаю что лавру ю теста многим покоя не дают я не знаю все таки у них такая клиентура я когда вот ребята у нас участвуют я смотрю мама родная там у них и google и yahoo и там самые лучшие компании там да . как-то добраться до этого но вы не боитесь что вот если у вас будет успешно то как бы оно не защищено или оно защищено на самом деле опять таки они вложили очень огромное количество денег маркетинг и да у них есть большой большой доступ к большому количеству тестировщиков но у них модель совсем другая модель они не сходят напрямую с клиентом то есть клиент не имеет доступа к тестировщикам поэтому они платят за работу и как бы это как как краутсорсинг получается у нас с другой стороны будет потому что тестировщики и киеве щеки получают гораздо больше денег то есть процент оплаты больше и достается людям соответственно можно за те же деньги более квалифицировать на дорогу привлечь во первых это во вторых их будет гораздо больше и они будут то есть можно будет выбрать кого кто-то понравился не понравился можно добавить можно нужно какой-то определенный то есть клиенты будет иметь большой большой выбор и и контроль то есть контроль опять-таки все все партнеры не партнеры все компетитерс которые у нас есть такие серьезные которые действительно в этом бизнесе они уже public companies и подняли кучу денег и и в общем-то искупили много маленьких компаний но у них модели другие то есть мы считаем что наша модель за счет того что она такая открытая будет очень привлекательная и для одной стороны или другой ну хорошо а вы я здесь вы на чьи гуляете вот у вас есть там какой вечерный капитал там за спиной или вы так вот инициативно сами сели срубили что-то и вперед да мы селфанды то есть сейчас мы начинаем смотреть на дополнительные деньги значит raising money на следующие этапы разработки и так далее то есть мы должны показать какой-то работающий более-менее пакет что ли я не знаю как ну вот мы вышли в beta сейчас придет значит проверим рынок в общем-то пока уже уже видно что интерес есть то есть план такой чтобы привлечь деньги со стороны или как бы вот на рыбок вперед на маркетинг да в основном то есть маркетинг для клиентов но это опять-таки чем больше у нас будет юзеров системе тестеров тем тем больше привлекательнее это будет к клиентам и они в общем-то должны будут знать что это это есть и и люди со всего мира на нем сидят и и и как какие угодно работы на каких угодно условиях в общем то можно сделать то есть получается такая история как бы тут две палки от двух концов значит одна палка такая что ты приходишь на раскрученный сайт но там уже таких как ты миллионы тебе там не сильно перепадает значит другая палка вот это что мы сейчас имеют перед глазами это когда ты приходишь там еще может быть нет проектов но но ты уже там и когда они будут появляться как бы ты в первых ряда так так получается потому что я понимаю что на самом деле наверное многие люди которые хотят деньги прям сегодня они скажут ночью сейчас буду записывать пусть у них там что-то появится сначала пусть там где-то еще ну хорошо то есть как бы речь идет об энтузиастах тестирования которые понимают что не обязательно завтра сегодня зарегистрировался завтра проект вот скорее всего завтра проекта не будет будет там через какое-то время ну в общем то я считаю что будет скоро потому что мы сейчас активно привлекаем значит клиентов чтобы просто даже сидели на этой платформе и мы даем скидки как бы помощь в менеджменте и там тест-план сделать выбрать кого нанять менеджмент проекта это все кстати делается через киа-убор и в общем то бесплатно в течение пейты то есть есть инфраструктура которая позволяет это все этим всем управлять да но это неплохо это не чисто софтворный такой проект вот там разработали софтвер поставили его должен сам крутиться все-таки есть люди и которые вручную все это делали раньше ну что же хорошо так а вы когда вы выйти то или уже мы вышли неделю назад приблизительно и уже в общем то сколько у нас клиентов наверное человек 300 в смысле тестеров да это так по знакомым по знакомым по поставили в нескольких на нескольких сайтах в общем то предложение сразу появилось в течение недели мы набрали в общем то вот такое количество из каких стран больше всего народа из каких стран ну опять-таки индия россия украина ну то есть откуда я ожидалась откуда ожидалось да сейчас пакистан еще подтянется там там много а нигерия там ну пока где и знание оттуда и появляется но но на самом деле идея в общем то такая что это будет открыто на весь мир и и кроме того что можно через значит через дистанцию работать можно будет еще находить клиентов локально то есть это в общем то будет работать не только как краудсорс или аутсорс но и можно клиенты смогут находить себе людей работать локально я вот так вот думаю 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 значит интересно вообще конечно очень интересно в том смысле что потребность есть тестирование да и и люди есть которые бы хотели тестировать чем научиться тестирование например вроде как проще чем например программирование значит для новичков но вот вы как-то их ранжируете что ли но вот откуда вы знаете вот человек зарегистрировался там вася из непропетровска зарегистрировался и он говорит ну может быть вы его спрашиваете да как 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 какой у него там дома есть cell phone да какие модели там что какой него техническое там обеспечение и какие там какие виды тестирование хочет делать нет да вот как вы ее тесте например так они готовы юсабилити там или там функциональная дальше откуда вы знаете реально он вот что из себя представляет вот ему сейчас поставить его на проект а там непонятно что есть такое беспокойство беспокойство нет потому что во первых рынок большой и нужны разные специальности то есть небе не каждый хочет платить 20 долларов за за то чтобы тебе кто-то игрался на твоей тестировал твою игру то есть знание тестировки игры в общем-то большие не должны быть да то есть любой человек который может и любит играть в игры можно дать какой-то фидбэк разработчику правильно то есть такие такие работы они невысоко квалифицированные допустим есть да есть работа более квалифицированные есть работа где нужно автомейшин допустим делать для этого вся идея существует что что чтобы вам не нужно было в киуэй приходите на эту сайт вы себе найдете кого-либо ну хорошо вот если вы про автомейшин говорим значит допустим у меня там пять человек делают автомейшин в разных странах но все-таки проект же он так не делается в пяти частях то есть кто-то должен собрать интегрировать запустить задачу поставить там как как это произойдет ну обычно клиенты имеют своих project managers которые себя там у себя которые могут в общем-то набирать людей кроме всего прикол в чем заключается в том что нету никаких никто не держит то есть никаких penalties можно добавлять убирать сколько угодно работников на на проект взял пять человек двое из них ничего не делают на следующий день их убрал ну хорошо теперь с точки зрения бизнес модели вот я заказчик вы мне дали там кучу народу они там тестируют и я говорю вот эти пятеро мне очень нравится они могут в обход вас следующий раз то просто их позвать напрямую и все или то есть вы как-то пытаетесь защититься от этого или вы считаете что-то нормально пусть там их напрямую берут или как какое видение это нормально то есть если кроме одна из вещей которые мы предлагаем это в общем-то security значит оплаты через вас через нас и гарантируется оплата короче говоря и второе это если какие-то существуют разногласия или клиент говорит что плохо работа сделала допустим не хотят платить то мы выступаем в виде медиатора и защищенность или незащищенность работника то есть грубо говоря так если к нему обращается компания напрямую то в некотором смысле есть риск что не заплатят и очень часто даже американские компании да абсолютно а почему а вроде же американские не в них как бы культура стартап как бы стартап культура очень часто здесь сделано на на том что многие значит нанимают работников ну а денег в общем то нет платить и поэтому изначально изначально и они как бы рассчитывают на а денег может не быть и и то есть находятся разные причины или не понравилась работа или 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 посчитали что например какие-то баги которые нашлись они не очень хорошие допустим но это же это же не субъективно то есть как бы я работал в стартапе в одном и был американский все а все американцы были я вот там единственный был не не американец и там был chief financial officer значит ну и так и политика компания была маленькая там человек десять работал значит вот они брали консультантов на какие-то работы и пока консультант есть они очень аккуратно платили хорошо но вот поскольку там задержка идет в платежах там пару месяцев то дальше получалось что консультант вот из этих пару месяцев не мог получить они просто не платили они говорят человек есть закончил закончил ну то есть можно если скажем мы ему не заплатим то мы независимы от него нету дал не будем платить и они там по судам там еще как ты в конечном счете платили если их заставляли вынуждали по суду они платили но в общем то поскольку простой человек не очень любит судиться и у него и времени это сил то и еще это это не только если деньги есть ладно в конце концов это нужно выбивать но они а если денег нет и они растягивают оттягивают оттягивают компания обанкротится в конце концов уже с них ничего не выбить это про стартапы мы говорим да грустно друзья грустно но мы как бы чем больше стартапов тем больше внедрений каких-то то есть поэтому здесь большой такой бизнес-маркет и и и в том то все дело что мы в общем то быстренько входим в значит если кому-то что-то не заплатили мы сразу помогаем а вот не ждем и идея того чтобы при предоплата вот тестирование и так далее вот эта идея не отталкивает работодателя скажем так или это я понимаю что если его это отталкивает то может быть ну его и нафиг этого работодателя но но все-таки вот у многих там как бы способ работы не такой что ли я не знаю обычно они так там платят через несколько месяцев там и это обычное дело вроде ну это это очень-то в любых в других платформах да то есть та же система по идее есть разные методы оплачивания работы то есть можно по часовую по часовой метод за баги найденные за всю работу договоренность начали арбусом существует но то что клиент да в основном люди которые не захотят показывать деньги это это те у которых их нету с такими ты не хочешь работать то есть то есть это все должно быть открыто да пожалуйста ты можешь за бесплатно работать или или может договор быть что засушить облада вы знаете что а вы можете ввести такие проекты волонтерские потому что я узнаете почти каждый день получаю письма и на днях я отвечал на вопрос там человек был я боюсь соврать из киева может быть и он говорит что он закончил курсы и его и без без опыта никуда не берут и и где взять опыт если если нет опыта и я ему как раз говорил что иди в open source иди там куда-то может быть можно даже такую такую штуку сделать да это и фактическом будет работать может быть за без денег но может быть за какое-то там письмо какой-то рекомендательный или что-то хорошо работает я думаю что это тоже тоже вариант уж есть много людей которые с удовольствием поработали просто за опыт да пожалуйста это это можно это технического до техническое это уже работает то есть принципе можно предлагать нулевую как бы цену оклад и и просто договариваться с работодателем на такие условия и кроме этого работа идет рейтинг повышается если клиент будет доволен работой у вас появится рейтинг следующий клиент уже будет видеть что можно платить на следующем проекте можно там скажем получить более интересные проекты и если там платят то выше оплаты правильно и и так как бы развивается твоя карьера на на этом маркетплейсе кроме того можно уже сейчас пожалуйста приходите регистрируйтесь и тестируйте наш битки и проект в бейте и в общем требования рекламе есть какие то что протестируйте есть и дадим и в общем то мы выставляем проекты которые нам нужны тоже для для клиентов для клиентов и для тестировки платформы то есть все это проходит через платформу и в каких-то случаях даже оплачивается ну что же то есть получается так те кто хотел бы их опыт бесплатный может быть но для резюме там и так далее и как бы от американского заказчика то есть на документация по-английски там баг-репорты по-английски ну чё же это я считаю что это неплохо там поучаствовать хорошо вы можете на самом деле даже вот я бы так если так и работает я бы скажем клиенту заказчику я бы мог послушай есть очень много людей по всему миру которые изучают киевей и которым нужны проекты чтобы потом поставить себе в резюме они мотивированы они обучены и и денег не стоит это 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 то чего я не знаю на ютесте можно бесплатно что-нибудь потому что им тогда смысла нет ну да если они уже раскручены им как бы нет на ютесте они в общем то как бы у них уже конкретные проекты которые они за которые они получают деньги с клиентов и они у них у них есть то есть у них по-моему какой-то отбор тоже есть они выбирают тестировщиков на определенные проекты сами то есть она не прибыльные вообще ютеста прибыльный потому что уже раскручены они уже но они и по униска ютест по-моему не павлен ну что же хорошо я думаю что мы так затравку такую создали и более-менее ребят которые заинтересованы я надеюсь они досмотрели вот до этой точки если вы до этой точки досмотрели ставьте лайк там под видео зачем лайк чтобы другие люди тоже увидели потому что лайками регулируется позиционирование видео в поисках поэтому дело хорошее значит я надеюсь что вы досмотрели и я в описании к видео дам ссылочку на это самый виды qa.com хотя в общем и так понятно ну пусть будет ссылочка и давайте мы тогда значит будем периодически вас приглашать так а вы будете рассказывать как дальше движется с удовольствием вот у нас еще есть англоязычный канал там может быть не 85 тысяч подписчиков там может быть 20 там с небольшим вот но можем там сделать по-английски хотите из индии народ вот у нас там из индии в основном хотя многие из русскоязычной аудитории тоже любят по-английски посмотреть что можем там тоже что-нибудь записать на общем ребята давайте мы значит поблагодарим нашего гостя и пожелаем успехов потому что успех всем нужен не только вам вот так что и и будем ждать того момента когда вы скажете там а где наша доля где я могу получить свою долю значит от этого пирога счастливы а а а а а а а а Продолжение следует...